Владелец этого двухэтажного дома на большой полянке с размахом воровал воду. Несколько лет назад он незаконно подключился к магистральному водопроводу. Впервые специалисты водоканала видели врезку диаметром 50 мм. Магистральный водопровод, который снабжает весь поселок и этот район, имеет диаметр 100 мм. Владелец дома врезался диаметром в половину, то есть 50 мм. Таким образом, владелец этого дома забрал половину всего объема воды у всего поселка. Мы предполагаем, что владельцем дома является Рыбников Александр Борисович, руководитель компании «Стройтехмонтаж». Данное предприятие занимается прокладками водопроводов, поэтому лицо, если это лицо, не может не знать о том, что оно занимается воровством. Как показывает практика, большинство любителей бесплатных коммунальных благ не пенсионеры и малоимущие, а состоятельные люди, занимающие высокие должности. На ликвидацию незаконной врезки ушло около трех часов. При этом 200 домов, ижая из Дубрава, оставались без воды. Магистраль находится под давлением, а по технике безопасности любые работы на трубопроводе можно проводить только при нулевом давлении. Подачу воды остановили, воду слили и только тогда обрезали воровской кран. Все расходы обязан будет оплатить домовладелец. Все расходы, которые связаны с потерей воды, расходы, которые связаны с выходом бригад, машин, зарплаты, налоги, платежи, пенсионный фонд, все, что мы несем в рамках закона, владельцу дома будет предъявлено в судебном порядке, если он не захочет сделать добровольно. Помимо этого, нарушителю грозит штраф. Более 200 тысяч рублей и уголовная ответственность по 158 статье «Кража». Пообщаться с представителями водоканала владелец коттеджа не пожелал. Уведомления об отключении воды оставили в почтовом ящике. Отправляем. Контрольные проверки пройдут во всех районах индивидуальной застройки. Для этого в структуре водоканала создано новое подразделение. Специалисты будут не только выявлять незаконных потребителей воды, но и проверять исправность приборов учета. Поводом для проверки может стать жалоба на отсутствие давления в трубопроводе или звонок бдительных соседей.